очень доброе утро мне сейчас нужно все по-быстренькому сделать накормить напоить кур цыплят и нам потом нужно уезжать так ребята 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 смотрите какие ну выйди красавчик красавчики марашки за водичкой идем корова-морова разговорчивый разговорчивый все побежали дальше некогда петух я вижу я вижу жарко жарко валяется все-все и дуни и куда вкатить и тут так у индюков есть там кормушка кормушка есть и в кормушке есть что поесть давай отходи лебедь отходи так бекон там есть ну что вода кончилась вода кончилась да давайте сарай тогда скажем ребенку здесь один останется отнесет там козочек покормит все а мы с вами доится а где розка роз роза вон черная черного давай давай ты у нас первая да иди роза и роза рафаэлька уже там здравствуйте бегом вылезли из машины и бегом идем не знаю куда потому что оставили здесь ребенка он пошел в сарай выбежала козочка куда-то улетела он видать побежал за ней она естественно испугалась и она убежала куда-то не знаю в сторону соседей куда-то к пчелам не знаю где я будем искать и как вы загонять она с ума там сошла от страха короче вот он сарай вон пчелы еще понимаете сейчас ее будет очень трудно вернуть вон мы тут собираемся для не побежал не знаю где папа он папа идет вон авраам сейчас ее будет очень трудно вернуть потому что она очень сильно испугалась она бы никуда не убежала от сарая вообще она как вышла так она и зашла бы туда как они всегда и делают а он просто побежал за ней и она от страха уже все сошла с ума и неизвестно где она а то сначала была здесь возле пчел он за ней она к соседям не видно дэнь нам еще надо было по магазинам заезжать мы естественно домой бегом дэнни говорит она здесь лежит там в тенечке ну она от страха коза коза заходи там с той стороны этого забора папа там с той стороны коза где моя коза вот это моя коза а иди сюда подойти коза не бойся не будем она трясется она дышится подожди подожди я сейчас подойду да коза 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 ты у нас кто малина ты малина да коза коза не подходи а смотри подожди коза малина да коза малина она меня и в сарае боится коза стой ага вот так вот так вот так картина бежал жива чаши за километр тащим указав все она конечно не в адеквате она не соображает вообще она от страха едет дышит вот плохо ничего хорошего когда коза гиперактивная это все это поскакуха помните которые были ли наш который скачет это все смешно интересно для контент он она уже язык высунул если она не сдохнет после сегодняшнего не знаю это все смешно и забавно когда показываешь видишь такие как она скачет там как на самом деле такое тупое животное скачет скачет и сейчас она я их уже посадил в другой отдел вычислены никто не вылазит никто из тех четырех курс опять она выскочила опять она убежала понимаете не сейчас как другой момент она все равно куда-нибудь залезет там где-нибудь застрянет или все равно где-нибудь она найдет свою смерть были уже такие случаи в другой раз куда-нибудь залезет все одна и та же коза на сарай ладно я уж плюнула но прыгает она и пусть прыгает а так мне конечно не надо давать свободу если она не выполняет ну ваш распорядок не нужна такая коза представляете за планет она сама не пойдет вот тащили и пожаре где она ты крапива а я ты ее доставал из крапивы тоже по шею мне ну полезно все полезные бегать полезно вылупим глаза по деревне куда вы ее дели уже туда так быстро закрыли где она уже самом конце сюда побежал вода у них стоит она за ней она от него по этим по стенкам уже перепрыгнула все сказать и для этого дверь не нужно она через загородки скачет везде все пошли не люблю таких сейчас ноги наверно не понравится как обращаются с козочками как вот так тем более когда стадо тут либо вы для них живете они из вас веревки бьют вот так вот уставшие люди по всей деревне ломанулись мы боялись только потому что она сейчас полезет у людей тоже огород не огорожены не у одних нас она сейчас ну хоть она маленькая козочка но она там пробежится но это же ну стыдно людям в глаза смотреть но сажать она там не сожрет она от страха и вообще там есть ничего но побегает и нужно было ее сколько здесь начались поставить пожаре там зеленая клубника нет клубника не успевает созревать ее нашли уже несколько вот ее сгрызают прямо с грядок еще зеленую поэтому клубники нормально не видим поэтому всегда говорю все животные дебильные то это это не смешно это было смешно когда я показывал это было все мило все здорово а на самом деле от этого и когда животные вырастают большие проблемы и вот так с такой будут всю жизнь проблемы она все равно куда-нибудь залезет все равно потом еще это не первый раз и не последний это все вот эта кроватка если вы думаете она размерами она самая маленькая из них потому что ну дурная голова ногам покоя не дает ну все это мокрая вот так а мы тут сегодня убегались я завалилась на диван все сил нет жара знаете какая жара везде мы выходим 5 гулять ну 6 допустим когда жарко когда я сыром не уложилась вот сейчас время 7 часов 8 час я еле поднялась с дивана и думаю пойдем хоть с ними часов погуляем они корму кормились там с кормушки им сена ну сена уже наши сена уже скошены вот так что мы сейчас выбежали я думаю они не тощие могла бы не гулять с ними но ничего часок вышли зато в таком месте где они и не едят и стоят всегда лицо вводят вот видите вот как накинулись и нормально ну и хорошо часов погуляем может полтора вот там папа папа косить пошел ребенок может приготовить картохи хотя бы потому что жарко в принципе особо есть не хочется мы же побегали днем мы уже поздно пообедали по поводу этой козы балерины ты нашей вообще вообще прям стадом комары облепили ноги надо же так палочку я же обычно хожу прям я палочкой и вот так вот и стою махать махать да вообще вот и ребенку досталось мы словесно конечно только словесно вот но не сильно не успела прям по полной так достаться денька говорит это коза виновата это не он виноват а мы хотели у нас у папы день рождения был мы ну я говорила мы не справляем праздник просто хотели естественно чтоб стул не тащить все мы хотели у нас заехать в город духу чем не сорвать то вы все по обгрызли козы все макушки одни крапивы стоят на крапивы ты я не буду хлистаться хотели здесь уже в городе у нас заехать купить лимонадику детям вот и хоть вот так вот и я стою что так вся без перерыва лимонадику тортику яблочек захотели дети вот ну и а нам ребенок ты позвонил отсюда что он здесь носится за козел горит козел это козочка была и маленькая он козел ну хорошо что еще хоть козел так они всех вообще баранами называют вот и ничего не купили потому что сразу быстрее сюда поехали ну потому что испугаетесь с по соседям будет бегать хоть она и маленькая но большой она убыток не нанесет но все равно людям мало приятно будет потому что на соседи тут стоят и прямо рано с утра и до позднего вечера тяпают 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 тут вообще чуть люди трудятся да мало ли что кого волнует но убежала у нас но дурочка она но дурочка смотрите да за своим животными где вообще я сама себя не вижу а то будет ситуация также как с конем да вот он дурак этот конь вот убегает убегает и и что вот и поэтому мы бегом сюда понеслись вообще сломя голову ни в какие магазины заезжали потому что не дай бог она пробежится разочек по соседям и все а кому это понравится она не бежала туда она наоборот сюда вот к речке бежала вон вон там вон ветер вверх этот бугор где мы она сюда мои ваши возле речки представляете я хорошо я с козами тому хоть хожу я знаю где эти впадинки а тут где крапива вот так вот прям попой это не пояс да это другая часть вот и я хоть знаю где тут ну примерно где впадинка где будет подъем мы ее загоняли мы сами загонялись она прям узнать когда животные испугнуты его даже не поймаешь на какие-то уговоры все бесполезно вот и я уже к ней просто подошла а у нее уже сильнее сил не было она уже все я и подошла за ногу схватил за заднюю конечно заорала она ненормальным голосом а как будто я ну естественно перепуганы от того и не поймаешь что и все я поймала она подумала что все вот и пришел конец а еще ведь такая молодая и красивая водка орала тут на всю деревню мы пока тащили домой и старший ребенок заступился говорит нет это же коза такая глупая а горит она от меня тоже уже убегала весной горит я за ней бегал к речке это было она именно она при чему говорю то вот ну действительно если животное такое но это не оскорбление это не мои ругательства я вполне уже да все мы отошли от этой ситуации все мы не нервничаем но действительно есть дебиловатые животные знаете есть люди нормальные есть ненормальные они по-хорошему не понимают и есть такие же животные есть прямо не тебе с полуслова есть вообще без слов они тебя смотрят своему хозяину глаза и они тебя понимают а есть бывает прям вообще такие страны как люди думаешь господи откуда вот у него в голове вот столько вот да у животного есть вот такие есть прям умники есть такие тоже также по хулиганить любят есть там всякие такие задиристые а есть просто дебильные животные вот это сейчас не оскорбление то если смотрите с детьми я не хочу поругаться но это просто вот ну вот характеристику даю она такая была с утра я бы с утра она такая была с рождения если раньше посмотреть все это прикольные со стороны весело когда козлятки скачет туда-сюда я уже знаю потому что меня уже козы много лет все остальные не скачут по стенкам они низко не просто стоят они просто едят да естественно дети должны бегать где-то все другое но вот это вот она всегда ну я вам показывал она просто там везде по всем стенкам прям ну вообще вот это ненормальный все равно и во взрослой жизни это будет проявляться ведь не одно так другое не 5 так 10 вот так что если у вас будет возможность выбирать там покупать между козлятами которые нормальные допустим вы приехали стоят спокойные и которые такие приколюшные они такие классные они там всем не надо вот таких приколюшных не надо потому что потом вам будет не смешно коза прошла и крапиву на меня с кофту одену ладно вы вышли так прохладненько так здорово вот очень все потом мы уже посмеялись с детьми я этому говорю аврама давай выпускает козу давай тренируйся теперь как будешь как будет гоняться за ней по деревне и чтоб ты поймала до тех пор пока не поймаешь думать пускать игру давай и все иди открывай так что тут в принципе и не ребенок-то виноват потому что мы за ней убежали вообще неизвестно куда вечерочек прохладненько хорошо жара спала у глава была по вообще вот такая вот от дороги от целый день ездили по жаре ну ладно что делать не купили ни тортика вот так бывает вот деревенские жители не до праздников а бывает в дни рождения что хорошо кто-то напомнит что опять пока кто-нибудь не по ней напомнит не позвонит там поздравить и не знаешь что там кого с утра ну не всегда с раз вы не вспоминаешь ну понимаете добрым что стало перевоза свои высел быстрее бежать все доить кормить гулять на уже у нас свечи на дни гулянки в голове вот сейчас нет сидеть дома нет пошла все равно погуляю потому что смотрите они едят 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 вот так вот прям вот они хорошо когда голодные я говорю а то выходишь они стоят иногда так вот и хозяйка должна показать пример сначала я должна пойти я их должна водить им должна показать то место но они пойдут за мной вот поедят потом а сейчас вот видите выбежали и едят и едят и там где раньше вообще побегали эти места убегали куда-то не пойми куда сейчас стоят и едят все вот такие у нас новости и не получается даже поснимать когда ты накрашенная расчесанная когда ты хорошо одета да и ничего даже не получается снять вот какие блогеры наоборот когда все расфуфырится и давай себя снимать а у нас не получается так не как все с козами мы все в навозе мы все где-то не пойми где не пойми где но и все в своей стихии в привычные нам папа опять там косит и кость ой дорога не показала как мы ехали по как мы ехали по нашей дороге по хорошей папа по новой хотя ну да новая а так прям приятно вроде думаешь дорогой дорога сейчас везде на летом ровная дорога на не такая хорошая вообще как уже сказала вот этот администратор глава администрации хороший парень раньше был другой но мы при я ничего по другому не говорю просто как раз оформляли здесь участок только начинали строится все этот ушел и потом этот мой муж каждый раз когда по каким-то делам идет туда в администрацию всегда вот так только хорошим словом добрым словом ну действительно представляете бывают и такие да не всегда чиновники какие-то сволочи мой муж допустим он всегда хвалит и и мы поэтому удивить мы не знали допустим что будут делать дорогу даже не представляли но подумаешь дорог плохая да она здесь всю жизнь плохая а этот взял и отремонтировал взял послал машину и не просто свалили да как некоторые делают а вы там все хотите ты разровняли в некоторых местах бывает и так а в некоторых бывает и не дождутся жители да а здесь раз и вот так вот поэтому очень приятно муж писал прям сразу вчера смс этому главе благодарил ну естественно человеку ему конечно в принципе да от нашего спасибо или не спасибо ничего не сделается вот но все равно любому человеку приятно когда когда им когда говорят спасибо все равно да иди почему потемнел что такое все надо сейчас спускаться борьба неравный бой неравный бой здесь крапивка я как прям она мне где по пояс а где и посюда а вот 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 и такие заразы вокруг ног они прям обвиваются и как как веревки вот сегодня что-то вообще господи откуда их всех выпустили вот в козы туда пошли на или туда мне все равно а все все козы куда-то бежали вперед только вперед куры куда-то ли послушалась кто-то разговаривает вышла специально вам показать сказать спокойно очень уместно да она у нас еще не скоро время 10 сейчас нам покоясь только снизу у нас еще ну мы ложимся не то что поздно им все в деревне да с хозяйством раньше 12 вообще никак не плод каждый раз нет все я сегодня сейчас лягу примут все вот раньше прям чтоб я такая завтра с утра бутрячком да куда там раньше 12 никак и каждый раз с утра ты размазанная вообще как не пойми кто встаешь еле себя поднимаешь если я стану селфи так не на селфи на селфи вообще не видно будет вот так что вышла показать эту красоту специально вышла там птички там лягушки нет так не надо на когда слишком близко всего вам доброго до свидания такая тишина покой и умиротворение покой и умиротворения внутренний покой на внутренний покой и умиротворение Нет, Куфу Панда.